ТЕМНЫЕ КАРТИНКИ Да, кажется так Меродная Ни минутку я хочу сказать Офигеть, Алекс, ну мы крутые Мы это сделали Мечта сбылась Ха-ха-ха, ну все, не будем тратить Время, вперед, к открытиям В предыдущей игре Мы, получается, прошли В игре еды, смотри Видео мы прошли Что мы прошли? Мы прошли корабль, да, как это Воспоминание, нам показали, что Вообще происходило, и мы дошли до того момента когда драйверы драйверы спрыгнули в воду и нашли какой-то самолет теперь моего что правильно досли джим о картина шо такое все же нормально было шо поломалась опять повернись ничего не мог поплыли какое-то упражнение дурацкое честное слово тут нема ничего тут нема ничего о что-то там вверху есть так главное пальчики держать на клавиатуре жулия стой а пошли тебе придется снять всю снарягу не надо там очень тесно а вдруг ты застрянешь без ребризера на дурки застряну так расслабься ты еда давай расслабься ты не обламывай мне кай все хорошо кайф серьезно я просто беспокоюсь о тебе не бойся рискнуть и наткнуться на шип какой-то отношения дурами а шо плюс или минус алекс а штоп тебя ладно соседей короче не но это ничего страшно нету но это ничего страшного нету если совершишь ошибку это конец у нас всего один шанс да то доли секунды конечно так я знаю что делаю все бы хорошо так тут это все бы там все видишь я жива до проблему все будет файлы чисто-чисто-чисто трубочистый спасательный вылетел с американской базы сша улет в полночения не разборчиво ну ладно летел на помощь кораблю ладно 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 поплыли дальше еще и шо нибудь пошли мигает да да вот впереди шо это пуля а пуля изнутри изнутри самолета пуля следы пуль по всему фюзеляжу бред обалдеет когда это увидит изнутри ничего не могу вот слева что-то смело посмотри бомбодержатели переделали под шлюпки интересно бред говорил что бомбардировщики иногда переоборудовали под спасательные самолеты одной шлюпки не хватает кто-то секретно смотрим что еще тут осталось найден секрет ну вот это ящейка нифига си о боже о боже что ты хакеша за сто лет уже сидит да он что-то держит хапай хапай беги ничего нету может потрясти как-то не какого черта тут случилось мне кажется они знали что им конец курс изменен шо опять не так во время погружения нужно подожди время погружения нож алекса не был использован это же хорошо соответственно него есть нож правильно а это шо а вот это плохо павер хэд не взял павер хэд вот это плохо вот то хоть нож есть ничего не понял надо отсюда выбираться срочно да подожди что тут что-то лови 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 ебать ой извиняюсь охренеть нож есть серая акула мы ей неинтересно поплыли ты уверен что неинтересно две лодки курс изменен что с тобой что-то не так но я не уверен я хотел кое-что с тобой обсудить но сейчас не лучшее время беспокойство так ты какой-то странный не успел лишь нажал давай без этого окей давай нам давно пора подниматься опять упала да не поднялась нормально годится зашибись все прекрасно лис говорит джулия мы поднимаемся ждите зря стой джули плановая декомпрессия что-то такое осторожность черт ладно ну ладно без нее нельзя а смысл это что-то такое вообще плановой типомпрессии разорю блин неуверенность слишком долго давай еще несколько секунд все можно давай давай я думаю тут разорвало всех о пустяк твой младший братец просто решил взорвать в игре конрад ты просто неисправим тревога что там за лодка что там за лодка была рыбаки проплывали мимо и зацепились за трос не важно пустяки вы лучше скажите чё-нибудь нашли ну мы нашли самолет и он гигантский там столько всего к сожалению не потревожить его нам не удалось как почему вообще из-за троса все плохо начнем с того что кабину там больше нет просто не знаю что сказать а шо ну отпала рыба проплывала хвостиком махнула кабина отпала акула это не я не смотри на меня это все акула знакомитесь с нашими искателями приключений алекс и его младший брат брэд плавают с крупной рыбой как бы их тут не сожрали началось и джулия любовь всей жизни алекса а он ее любовь а конрад храбрый парень не так ли или может быть самоуверенный а вот и капитан флейс сильная решительная упрямая похоже на нее не действует чары конрада по крайней мере пока будьте уверены вы помогли им принять решение который особая возможность прекрасно открыт особая возможность а код открылась особая возможность здесь а самолет реально цел как и ожидалось да он реально целый мы как в прошлое попали ух ты ну то есть в такое альтернативное прошлое в другом измерении где все на дне морском и вокруг рыбы водоросли и акулы акулы простая рифовая а я все равно испугалась а конрад там разве не собирался принести нам еще пиво ну может подумал хлебнут для рывка потом напился а как напился так и про нас забыл ну и выпил все что там было в одно лицо то есть подобный феномен уже наблюдался да я за ним годами наблюдаю поищу мы из самолета пулю вытащили да я внизу оставила можешь глянуть фенга себе пулю принесла зря да что-то не так алекс ты для меня открытая книга с большими буквами поэтому я вижу когда что-то не так выкладывать все нормально да не ври говори давай с чего раскис джулия а ты счастлива ну да вроде конечно вроде или точно все ли хорошо у нас у меня правда очень нравится что ты такой эмоциональный шикарно алекс тебе нужно перестать так остро на все реагировать и психовать по пустякам у всех пар бывают сложности надо искать компромиссы я просто как-то часто стал волноваться а нас да елки-маталки что что такой настырный то не о чем беспокоиться о чем волноваться то ну правда вообще не пойму что на тебя нашло не пася ладно да ты права пойду найду бреда и конрада я стоят так как-то не тени не 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 обычно а где мой брат или флис не знаю я как-то отвлекся идем поищем идем ну и где же ну волшебные врата какие нахер волшебные врата прошу прощения за брата официально хочу принести извинения за брата который ведет себя как пацан озабочен не страшно пацанам у права найду конрад что-то я пива не вижу а точно пиво я уже несу подожди-ка это же вторая первую выжрали так она же закончится а не на один день тут так надо мы все собрались давайте рассмотрим навигационный планшет может поймем как сюда попал самолет где планшет твои сумки ага принесу дайте вы сразу не можете все взять нет чего сразу не взять а что здесь лежит здесь фотка да да фотик берем бюрь с собой берем шо еще ну и шо ну взял нынче нахуй он мне нужен еще 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 читает нотации был кабина и нет кабины это все акула от ним и по мне так тут то тут ничего интереса нет то там я был уже медленно крутись я должен вот пуля тогда шпуля на херами искать эту кого только спустился ты гонишь там уж мясо скоро будет нашла планшет сейчас партнер отвлеклась походить нельзя посмотреть на что за люди есть идем так это ж не планшета бумажка иди сюда красотка иди сюда красотку а там нельзя было что-то сделать полегче тигр нас там ждут вот он кто от этого откажется внимание забрать маньчжур этот самый реальный затонувший сокровищ координаты что скажете к координаты ну да это координаты пункт назначения самолета сможем завтра туда дайте это пара часов отсюда ну по погоде а еще что нашли нашли план полета похоже это был спасательный самолет да логично дальние бомбардировщики применяли так после войны и самолет явно сбили в нем полно пулевых отверстий я одну пулу из визеляжа вытащила мы видели спасательные платы наверное самолет упал не успехов доставить и 1 совести у вас нет смысле говорила ничего там не трогать ну хватит не начинай опять я сейчас не про закон но мертвых они не сердили нет вы творите что хотите нельзя было там ничего трогать кто не узнает никто не знает что мы там были а призраки не расскажут вы американцы все одинаковы чужие традиции него что не ставите вам вообще не надо было туда спускаться это не к добру думаете можно смело тащить оттуда что хотите но у всякой вещи есть своя энергия вы зовете призраков с морского дна челось ты чё на приколе ты не думал там же американский самолет думал что раньше я не слышал таких крутых страшилок этого не страшилки не развлекалочка в океане тонут люди их могилы надо уважать я согласен брэд много страшилок знаешь ну знаю но они конечно совсем не такие как у флис сказку давай так даже не знаю послушаем да послушаем мы все уже заинтригованы через она довольно бредовая ну давай напугай нас ладно поехали история реальная случилось прямо тут рядом в очень старом и надо классика да ну не верю откуда знаешь а ну порту я встретил дряхлого старика просоленного насквозь повязка на глазу деревянная нога и за доллар и я купил эту тайну похоже на правду тот маяк стоял в атолле отрезаны от внешнего мира луч света во тьме от рада моряка смотрите слышал как волны бьются о скалистый берег вдруг из тумана выходит женщина она вся в крови и еле бредет по берегу без сила на ровно усмотрителю на руки рыдая он привел ее на маяк и стал расспрашивать а мужик-то молодец ловко вот и идите налево все мысли об этом только об одном и думай а она говорит я живу здесь на маяке мои родители сейчас наверху у него не за смотритель конечно сказал вовсе нет он много лет живет тут один а женщина все доказывало что ее родители наверху и вот они идут наверх маяка на полу лежат мужчина и женщина жестоко убитые топором и тут топор но у кого в наше время есть топор рассказываю как есть только факты двух человек порубили на кусочки топором провокация стопы жуть какая ладно и кто убийца а женщина это все мой муж потом на шкаф смотрит и он вон там ну конечно муж вот именно поэтому я замуж как-то не тороплюсь смотритель подкрадывается к шкафу открывает и так и есть внутри человек и он глотку себе вскрыл смотрите в ужасе пытается разглядеть лицо мертвеца ближе ближе и видит что это он сам глаза у него вылезает и он кричит типа вот это поворота козел лихо закрутил меня ты напугал конечно заорал прошлый раз звучало получше он сойдет ну ладно повеселились и хватит надо лечь поспать а то погода портится по стандартному морскому регламенту перед отбоем мы обязаны выпить еще по пиву это что еще за регламент стандартный протокол морского надзорного органа подраздел 1099 короче получается у них координаты того за корабля который затонул которым улетел этот самолет и на котором была вся эта нечисть мать его шлеп тоже ничего не должно быть такого да я так понимаю уже будет нормально поток ухта бля ох меня дернуло я еще в наушниках а это жопа блин уже груди заболела хрень так же можно блин и это самое откинуться вот тут тихонько тихонько а татьябля не то нажал да чтоб тебя переиграть нельзя ладно это все он уже порезали не и дреть его весело ну понятно ясне сешу это черт на было валить сразу а где бред ну вот так ему ну снять ленту ему давай как бы все уже жопа ты как нормально да шо с ней твою мать мне вовремя где бред бля какая гибкая новости хорошая плохая да куда уж хуже то новость в том что это могут быть рыбаки которых я взбесил отлично красота хорошее ну я их узнаю это начать боже ну ты и кретин что они с нами сделают и думать не хочу изнасил утепты надо выбираться вот мы влипли так осмотреть развязать осмотреть блин пальчики на иметь это сама держать так кнопках ты об этом еще пожалеет говнюк тюрьме с нее она с ними да твою налево успел ох ты так сильно ударил я с тобой потом разберусь ай где бред он же был сверху что за херня опять начинается да веселья какой-то чего тебе надо ты умеешь ладно давай чего тебе надо уроды ну можно было без родов просто от чего надо зачем сразу уроды бля да ладно что потеряю чувака ты пошел то нет но не надо так потом с ним разберемся ладно живое тоже хорошо они руки развязаны или нет где бред я не пойму что в туалете отвали ладно отвали на а вот и бред а понятно теперь по крайней мере я понял где бред что ли они идут а а а а а а а а не а а а а а а а а а не успел это шо за акцент не понял похож на какого-то блогера не помню повернись маникюрные ножички бывают иногда полезны руки не показывай как приведут джулию попробуем на них напрыгнуть так идут а то кто подожди там где-то там чувак был в этом самом шапке ты как что чтобы делали ничего не трогали меня они спрашивали родителях что зачем сколько у них денег вот черт выкуп теперь будем ждать что они решат с нами делать а где их не лодка то с той стороны 8 8 800 метров катер может его угнать да да у них катер у главаря есть пистолет кто-то может пробраться на катер дать сос я залезу на катер чувак с пистолетом и не заметит пока я не уплыву развалить я пролезу в окно только сначала надо его выбить слишком громко услышит мы дождемся удара грома отлично и я вылезу в окно и на катер а вы пока отвлеките их смотри в оба и двигай на катер ладно пошли раз два четыре пять шесть о чем ты думал я ж нажал я ж нажал а чё она не нажал ой 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 флиз ой 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 анус флиз понятно джулия джулия нормально пойдет годится идем дальше тихонько ой 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 началось иди-ка ты ушел увидела ножик, ножик, ножик схватить нож схватить нож ай ой 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 я успел блять на его на катер бросай шо шо такой идиот сборище дилетантов флиз я справлюсь доверься мне только не говоришь шо флиз за них блин курс изменен да ёппересетэ выловил алекса ооооо offs все во все стороны ты делаешь идиот тише не сделай хуже ключи не глубей пацан конрат давай мы можем их побить кого побить у него пистолет нахер Сбежать, взять, сбежать. Наверное, сбежать лучше будет. Блядь, споткнулся он, сука, не то. Сбежал нахер. Да что за херня, я не понимаю, у меня. Как же всё, сука, необычно, нахер. А где ещё был где-то пистолет? Что ж так не фартит-то? Ух ты, она в трусах. Ух ты, она в трусах. Это моя яхта. Я уйду, я уйду. Я уйду. Что ты ищешь? Бухгалка! Бля... Сюда! И кто из вас мне расскажет про это манчужское золото? Да ладно, шо ты там ёпта? Эй, Конрад. Мы просто разговаривали, шо? Мы просто разговаривали. Говорили? Говорите тихо. Я скажу, флис в этом замешана. Она с ними плавает в одних водах, так? Она тут капитан, а её не тронули. Слила им про манчужское золото. Они в сковоре. Это неправда. Я сам не верю. И я только что потеряла всё. А ты меня обвиняешь? Вы все за одно. Это ловушка. И ты нас подставила. Эй, Мудила. Рот закрой. Свой по одной. Блин, да мать тебя шлёп. Ты какой-то охренеть. Чем? На джойстике было бы, конечно, попроще. Ты со мной. О, штаны уже одела. Узнаю, сколько бродить со шторм. И переоделась, в принципе. Но только. Давай без глупостей. А то сильно пожалеешь. Ясно? Раз. Задъем. Так. Сильный шторм. Эй, я просто хочу про шторм узнать. Дадите информацию. а то у нас тут потряхивает прием с востока идет большой что вы сильно зацепит но в течение часа должен уйти ёк все в порядке скажите если нужна помощь обычно вас не пугает непогода все нормально у меня тут возникли трудности все пошло немного не по плану у нас начались серьезный я старую да ёб твою налево нафиг тут только блин в баре уха почесать не за хорошо когда и помогать согласно правда все нахер пальцы только на этом самом клавиатуре нахер надо что-то совсем какой выбрасывай все что можно алю помочь помочь и шумышка так дернулась алю шо такое у ёб твою медь давай а это там стоп наверно кто нибудь знает где бред где-то прячется нахер ты говоришь про него вот одной из коек может утонуть нельзя его там оставлять он может утонуть надо его вытащить он в опасности бред бро выходи в Ага, мокрый Ким. Нет, чтоб изначально я помочь, он верховался, ну что за человек? Да, не уверен, и в себе твою метит, а этот корабль, да ну его нахрен. Ух ты, бляха-муха. Антенну поломали. Бридурки. Приехали. Это прям таки фартануло, поверь мне. Сам в шоке. Три раза профукать момент. Да, да, знаю, по печали, а ну что тут поделаешь. Я же в основном. Душевный, я мог бы некоторым образом предупредить вас о том, что грядет. Хотите? Да. Или нет? Или да. Давай так. Ладно. Отлично. Обратимся за вдохновением к поэту. Давай поговорить. Ты подсказал или запутал меня? Все совсем не так, как кажется на первый взгляд. Ах ты, алкашка маленький. Открыт особенный вопрос. Да что за возможности? Не следовало мне этого говорить. Так, я так понимаю это... Конец этой... Так сказать, это самого... Части, мы завершим на сегодня. Эээ ... Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Берегите себя и своих родных Всем спасибо, всем пока